доброго времени суток зритель все равно снова приветствует тебя на канале где продолжается прохождение игры dark souls как ты видишь все равно дед успех ордштейна но прикупили кое-что новое именно шлем великана из анар лонда который как оказалось идеально подходит к самому успеху ордштейна x этого рождена и ну наверно сугубо на мой взгляд летит гораздо гораздо лучше чем шлем самого ордштейна хотя может быть просто я чего-то не понимаю не оценил вот этот вот дизайн который по сути стал одним из логотипов игры dark souls однако мне вот таком виде все равно нравится гораздо больше и не все равно что ты скажешь как тебе нравится этот шлем ну чтож счастью все равно полностью разделяет мое мнение может быть просто шлем манштейн напоминает ему слишком сильно о том ужасе который он пережил в том зале как бы то ни было мы сегодня одни пульдог пока не может на присоединиться и долго думали чем заняться но какие собственно есть варианты во первых можно спуститься в руины нового лонда и что-то там должно произойти после чего что позволит нам спустить воду открыть дополнительные двери и двинуться дальше вниз посмотреть что еще так есть также можно вернуться в крот около озера темных корней там где все равно встречался с время с гидрой и как нам известно там нас встретит еще один золотой кристальным голем с которым нужно будет разобраться и что-то там произойдет в частности также нам уже известно что откроется дорога в новую большую локацию к сути которая по сути является dlc к этой игре одной из родился что еще мы можем сделать мы можем также двинуться в катакомбы и собственно все равно к этому немножечко подготовился ну каким образом как то уже наверно понял зритель глядя на иконку внизу все равно взял меч длинный меч который все время был перекован в небесный единственное что произошло с тех пор мы его немножечко улучшили теперь это небесный меч плюс 5 урон наносит ну сравнительно небольшой но атаки этим мечом достаточно быстрый а также нравится вот хотел сказать серия нравится как и атака быстрая именно такой вот колющий удар так и последний повторный удар то есть проводить серию сильных атак то есть укол и вот такой вот размах то но не говоря уже о том что меч по цвету немножечко вбивается хотя навершие меча все-таки золотистое и подходит к общему доспеху он очень очень неплохо смотрится с этим учившимся у нас сетом все-таки похож немножечко на такого греческого воина благодаря этому шлем и короткий длинный меч там какой-то небольшой а полностью аутентичный он мой взгляд подходит очень очень здорово сюда помимо этого экипировали клеймор который тоже смотрится достаточно хорошо благодаря своей золотистой карте и он тоже небесный собственно небесный плюс 5 урон гораздо выше чем у одноручного чего длинного меча но скорость атаки гораздо ниже что еще произошло с тех пор как зритель смотрел за нами оставшись в одиночестве все равно пофармил души души фармили в нарисованном мире с помощью огненного меча криле который просто на ура уничтожает тех улиток фаланга улиток охраняющий статую с каждой по 500 душ то есть забежал за несколько секунд разделался с ними сильными ударами огненного меча собрал порядка 7-8 тысяч душ и вернулся к струну то есть мы фармили и фармили не для того чтобы все равно стал сильнее по большому счету а для того чтобы взять руки этот меч который у нас сейчас находится дело в том что это меч арториуса который все равно достаточно давно уже несколько серий назад сковал из души сифа волка сифа ну что только напоминает очередной раз нам о том что волк сиф был очень сильно привязан к арториусу не зря дать меч арториуса делается из души сифа и этот меч в свое время мы все равно использовать не могли не потому что по параметрам он требует 20 единиц интеллекта собственно этого интеллекта у нас не было бы он был равен всего лишь 10 поэтому фармили 10 уровней для того чтобы просто взять в руки этот меч меч арториуса урон получился достаточно высокий даже выше чем меч небесный клеймор я имею ввиду но смотри зритель атаки достаточно медленные быстрая атака очень медленная в отличие от клеймора в которого она практически не сильно отличается от по скорости от обычной атаки вот такой вот красивый разбег и колющий удар но атака очень сильная с двух рук простые удары медленные и большой красивый размашистый удар сильный и повторно и нет только один не уходит в серию ну то есть меч очень-очень неплохой урон наносится достаточно серьезный и самое главное что этот меч тоже практически является небесным что будет очень полезно в катакомбах куда собственно все равно решил направиться так как как нас предупредил бульдог там будут противники скелеты которые должны убиваться именно небесным оружием если убивать их оружием простым то они тоже умирают но практически сразу возрождаются и таким образом идет постоянный респавм противника но собственно ради этого все равно вот так вот и подготовился однако не спешим использовать меч ротариуса потому что немножечко практиковались попробовали с ним на мобов и действительно он очень-очень тяжел то есть к нему нужно приноровиться даже не исключаю что вот этот вот маленький меч будет вообще оптимальным потому что ну катакомбы это что означает что он будет пещерой очень много узких пространств наверное хотя пойдем разберемся но прежде чем мы все равно сунемся в катакомбы и начнем свое знакомство с этой локацией которая имеет достаточно дурную славу что мы сделаем ну в первую очередь может быть мы сможем купить немножечко чудес а есть ли чудо которое нам нужно возвращение но у нас есть косточка возвращения и занимать слот ради этого возвращения я не вижу необходимости слова мощного лишить лечение 10000 нет не будем сейчас нафармливать ничего что ж бежим просто дальше оставляем стандартный пакет набор чудес лечение молнии побочным эффектом того что все равно раскачал себе интеллект так куда мы двигаемся собственно кто-то пошел все равно не знает назад кострую зачем зачем куда-то бежать собственно просто знак показалось что что-то здесь новенькое происходит и мысль была потеряна побочным явлением эффектом стало то что все равно теперь владеет различного рода магией то есть можно использовать даже большое оружие магии то есть эффект который накладывается на мечи и усиливает их и от магии с повышением скалированием от интеллекта наносится дополнительный урон что очень хорошо в частности это будет хорошо для нашего меча серебряного рыцаря и будет очень хорошо для наших простых катан по которых пока не заточены какие-то определенные эффекты но в то же время пока мы этого делать не будем потому что если мы собираемся идти в катакомбы и подобрали оружие для этого то катакомбах магии не будет помогать по простой причине на небесное оружие такие эффекты не накладываются что ж пока же прежде чем идти в катакомбы мы вернемся в архиве герцога потому что там до сих пор заперты в тюрьме сидит локом большая шляпа попробуем его оттуда вызвать мы и поговорим кто это здесь вообще это он или она ну судя по тому что меч полуторный это все таки его дочка с тех пор я тоже его не видел ну допустим что да ну чтож она ищет его отца посмотрим к чему это приведет хотелось бы на тебя без шлема посмотреть ну давайте щелчку чуть-чуть ладно что ждем в архивы герцога и пробираемся к тюрьме не будем там терять время просто быстро приближайся к этой решетке быстро ты здесь пожалуй и не пройдешь и попробуем проскочим так костру не присели это я думаю зря так я забыл еще сказать что этот щит щит серебряного рыцаря который тоже достаточно неплохо смотрится вместе за броней арнштейна мы чуть-чуть перековали то есть заточили на плюс четыре что достаточно серьезно повысило его стабильность конечно это не предел но она требует достаточно дорогого редкого титанита это прокачка и просто решили пока не торопиться так ну чтож бежим если не ошибаюсь надо бежать налево по лестнице так ну щит же стоял что что происходит сейчас будет лучники так все равно совсем забыл какая чудесная эта локация где-то тратить я стус маг бьется одной стороны ученик с другой а где выход выход к тюрьме пробуем более быстрый меч и 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 а совершенно не помню с какой стороны вы как тюрьме но где-то здесь нет это совсем не то двигаться к ним не имеет никакого смысла ладно молчим и просто вспоминаем идти здесь нужно выбираться или наверху выше подняться нужно да вот он выход к тюрьме и меч пока показывает себя данный меч не самым лучшим образом а ну по крайней мере против этих кристальных солдат а впрочем как и климор то есть получается что вот конкретно с ними вот этого парня я не помню чтоб он там был интересно это с ней получается что меч серебряного рыцаря гораздо гораздо эффективнее то есть все таки но не исключено что у них вот от небесного урона а вот магического резист защита достаточно хорошие и следовательно следовательно именно физический урон дает максимум максимум повреждений по ним так змей а что сейчас по-прежнему будете отбегать хорошо одного сняли прямо здесь и что еще эти кракатицы нам грозят впереди пока открытая думаю она не мешает да два сильных удара серебряным мечом на мечом серебряного рыцаря а и все и нету кристального вольна что они зашевелились и решили пойти следом да что ж не будем позволять им давать им радостную возможность напасть на нас со спины разберемся здесь прямо здесь нет а а то а и в а и а и с и и и и так ну и здесь значит нам потребуется лук ну почему бы и не лук драконоборца прошлый раз мы с ними использовали копье что меч тоже достаточно неплохо главное вовремя отпрыгнуть от их атаки а попробуем все равно знаешь что попробуем все-таки давай побережем дорогие стрелы лука драконоборца и пробуем выманивание так чтобы убивать все-таки с помощью меча жить какая-то там много а Продолжение следует... Так, и что они роняют? Человечность. Ага. Не поэтому ли эти каракатицы отступали? А на местном костре мы не зафиксировались на тюремном и, пожалуй, это была большая ошибка. Пожали, пожали. Ну что ж, а с неожиданной угрозой разобрались. И что, остался один с ней? А, я прошу прощения, а где у Бога? А, он же здесь сидел? Ну что ж, ладно. Но, душа-охранительницы, это очень-очень здорово и полезно. Теперь что, возвращаемся к костру и, наверное, сгоняем к какой-либо хранительнице огня для того, чтобы эту душу использовать и улучшить наш эстус. Не здесь, тюрьма наша была. И не здесь. Еще выше. Ну, точнее здесь. Нет, не здесь. Да, вот он, наш костер. И какой из хранительниц мы пойдем? Все равно. Этот костер отрезан от других. И мы присели сюда. Отлично. Косточкой возвращения тоже не воспользуемся. Ну что ж, а сегодняшний день начат с абсолютно гениальных поступков. Да, змеи за респавнились. Да, все равно отлично. Отлично. Еще серебрянный, этот дядька, кристальный. А если мы выйдем, там еще и злука по нам стрелять будут, да? Все просто очень здорово. Ну что ж, а здесь выкрутились и пойдем. Покажем, вот, лучнику, как стрелять в спину. Возвращаем тряпочку и слечемся с помощью меня. Особенно продвинутый клирик, наверное, сейчас скажет, что... Какая тряпочка? Ну что, уронишь ты свой трезубец? Нет? А, ну и ладно. Мы бежим вниз к своему костру и, в общем-то, не больно-то хотела сейчас с вами сражаться. Ой-ой-ой. И стрела в спину, отлично. Нет, все равно хватит приключений. Добираемся до костра. Нам сейчас нужно отсюда уйти. И ты не ответил на вопрос, какой из хранителей с огня ты отдаешь предпочтение. Кому ты пойдешь? Хотя, почему-то... Мне кажется, что я знаю ответ на этот вопрос. Да. К полчихи. Она по-прежнему не говорит. И, наверное, отдадим ей всю свою человечность, имеющуюся. Отправляемся в опасное место. А все равно вероятность потери человечности достаточно высокая, поэтому нет особого смысла ее сдерживать. А здесь все-таки мы выполняем свою прямую задачу. Как член этого комменанта мы просто обязаны отдавать человечности этой полчихи. Ну и в награду она усилит нашу флягу с эстусом. Так, достаточно много у нас душ. Посмотрим, что этот парень может нам предложить. Он может улучшить пиромантию до плюс шести. Для покупки предметов нет. Но, по большому счету, нет смысла что-либо улучшать, потому что пиромантию мы практически все равно не используем. Следовательно, прямо отсюда мы возвращаемся... к храму огня в настоящий момент. И все-таки меняем серебряный меч рыцаря на длинный меч небес. Ну что ж, я точно не уверен, сколько сейчас времени прошло. В последнее время серии затянулись достаточно сильно. Практически около часу, больше часа шли серии. Ну, в первую очередь, потому что это было парное прохождение. Надо отметить, что вот такой вот кооператив, мультиплеер, он достаточно интересен. Особенно он хорош с опытным игроком, который может что-то подсказать, уберечь от каких-то совсем уж явных ошибок. И со скелетами этот меч достаточно неплох. Интересно посмотреть, как будет этот простой меч с этим большим скелетом, который в свое время нас пугал. Потом, все равно, когда пришел сюда с прокачанным большим мечом, не составил никаких проблем, но сейчас-то мы пришли с прокачанным маленьким мечом. И что может нам сказать этот скелет? Хочется проверить свой щит. Да. И все, да? Отлично. Ну что ж, баланс, стабильность щита, точнее, очень-очень неплохо. Хотя он прокачан не на максимум. Титанита не хватило докачать его до потолка. Урон меча достаточно неплох. Особенно два вот сильных удара, и этот большой скелет завалился. Это внушает спокойствие перед входом в эти катакомбы, в эти пещеры. И, ну прежде же, наверное, чем мы туда зайдем, я доведу наконец до ума свою мысль, которую прервал из этих скелетов. Я хотел сказать, что такой вот мультиплеерный вариант, кооперативный, точнее, вариант игры, он достаточно-достаточно сильно облегчает жизнь начинающего игрока. И в итоге увлеклись сиреново, не следили за временем, а в серии получились достаточно длинные. Постараемся в этот раз не делать серии столь большими. И раз уж мы пробегали достаточно долго в этой тюрьме, в архивах герцога, пытаясь спасти Логана, которого там не оказалось, что достаточно странно. И в то же время, но в то же время мы нашли душу, хранительницы усилили флягу с эстусом. И, наверное, эта пробежка в эту тюрьму была все-таки совершенно-совершенно не напрасной. Что ж, все равно ты спускаешься в какие-то темные казематы, в темные пещеры. Тебе есть последний шанс пославить солнце и... Что ты... Что? Не решаешься, да? Ага, что? Давай, иди, иди. Иди. Да. Опять, опять темнота. Но... Удачи тебе. Все равно. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok